Доказывает практика, что это не действует. В моих понятиях это то, что я должен быть к своему ребенку, не то чтобы там просто отцом. В 16 лет я попал на места лишения свободы. За что? За убийство. Я ее очень сильно ударил тем, что я ее обманул и сказал, что у меня лейкоза, что у меня лейкемия. Я Лиза из ролика «Солевая мама». Сегодняшнее интервью с Вадимом проведу я, потому что так сложилось, что сегодня мой последний день реабилитации, а у него первый. Он только вчера приехал в наш центр с Баку. Привет, Вадим. Привет. Расскажи немного о себе, пожалуйста, своей жизни. Мне 34 года, меня зовут Вадим, я из Азербайджана, из города Баку. Родился в городе Баку, вырос. Сейчас семья родилась в городе Баку. Жил, ну, поначалу жил нормальной жизнью, как и все дети. Школа. И до определенного класса, наверное, до пятого, начал заниматься спортом. Занимался спортом профессионально. Каким? Изначально занимался альпинизмом, скалолазанием, в целом горным туризмом. Потом в силу травмы, как бы... А что за травма? Мы под лавину попали, и у меня с ногой, с тазобедренным суставом была проблема. Пришлось там в гипсе проваляться, когда-то месяц-три. И после этого, как бы, я решил, как бы, поменять, как бы, спорт и перешел на велоспорт. А где сколько лет было? Тогда мне было, если я не ошибаюсь, наверное, 14. Ну, и я призер Баку, призер страны, чемпион своего города. И после того, как, кстати, это, как бы, повлияло на меня, я попал, как бы, в сборную, и жизнь моя более... Ну, наверное, можно сказать, как бы, зазнался. Это, естественно, начался там алкоголь, ну, так, просто чисто, как бы, угорали. А потом уже, там, плохие компании, вот это вот все. И так вот получилось, я... В 16 лет я попал в места лишения свободы. За что? За убийство. Я... У нас соседка, как бы, моего одного товарища, над ее, как бы, она заработала ночную смену, она уходила в ночную смену, и она оставалась очень часто с отчимом дома одна. Ей было на тот момент 13 лет. И очень часто вот эти скандалы, очень часто вот эти крики, вот все, как бы, все слышали окружающие, соседи, и все. И получился один такой момент, когда, ну, просто на все я не рассчитал свои силы в тот момент, когда она выбежала из дома, разорванная на нее одежда была, и что он хотел, как бы, ну, изнасиловать ее. А ты в каком состоянии был? Я в каком состоянии был? Ты трезвый? Нет, я был не трезвый тогда, но... А почему? Нормочек? Нет, нет, я... Алкоголь? Я алкоголь, да. Ну, как бы, в меняемом, грубо говоря, состоянии. На тот момент, в принципе, и так прям жестко не пил. Но все равно под алкоголем не может быть нормального состояния. Да, естественно, само собой, как бы ни было. Не знаю, если сейчас задать мне вопрос, вообще, в принципе, переосмыслить свою жизнь заново, поступил бы я бы так же или нет, я, может быть, задумываюсь и найду какой-нибудь там другой выход в этой ситуации. В тот момент, как бы, я не справился с этим и не рассчитал свои силы. Да, изначально я страдал алкоголизмом. У меня, как бы, была первая стадия алкоголизма, когда я, ну, как принято, вообще принято такое выражение и мнение о том, что, ну, пил, как все нормальные люди. Я создал семью, создал семью именно в местах лишения свободы. И это тоже очень круто повлияло на мою жизнь, вообще на мои взгляды, на будущее, как бы, цели. А как так получилось, что ты в местах лишения свободы создал семью? Да, потому что я вышел на свидание с одним из, как бы, грубо говоря, на тот момент своих товарищей, и просто увидел девушку и понял, что я ее, как бы, полюбил. У меня немножко такое отношение к этому совсем... Я по-другому отношусь к этому. Для многих людей, может быть, это будет непонятно, как так происходит, но это происходит, такое бывает. И я создал семью, мы создали семью именно там. Естественно, само собой, по определенным каким-то моментам ее брат был против, потому что там начали приписывать мне то, что я наркоман, я там употребляю, хотя я не курил, не пил. И не употреблял наркотики. Я активно занимался спортом, потому что я на тот момент познакомился с, на тот момент, с действующим, грубо говоря, чемпионом мира по боксу, и он, как бы, начал меня тренировать. А у девушки у этого у меня не было? Какого-то смущения, не знаю, какие-то мысли? Нет, я добился. Не важно, абсолютно не важно, ты находишься в тюрьме, не в тюрьме, ты должен оставаться человеком, не важно, где бы ты ни был. Смотри, вот получается, ты отсидел срок в тюрьме, выходишь оттуда. И вот через сколько начинается именно твое употребление наркотиков? Через 10, наверное. 10 лет? Да, где-то так, наверное. Потому что... Какой это наркотик был? Это был амфетамин. Это сколько тебе лет было, к этому тюрьму попало? 16 лет. И отсидел ты? Ну, 10 лет, но я вышел условно-досрочно, 8 лет и 7 месяцев. Это, получается, сколько лет? 23 мне было. 23 года ты вышел? Да, я уже вышел семейным человеком, как бы, я уже был женат. А сейчас тебе сколько лет? 3-4. Вот именно все то, что произошло в моей жизни, в итоге, как бы, грубо говоря, история моей любви, это вот сейчас, это мой ребенок. Ну, ты смотри, у тебя есть ребенок, но ты все равно употреблял. В момент употребления тебя никак уже не волновал твой ребенок? На тот момент я просто в силу своей аназогнозии и в силу вот этих своих психозащит, конечно, я, естественно, был нормальным человеком, я, естественно, себя не выделял из общества, хотя я там был до безобразия, ужасно выглядел, в каком плане, я очень сильно похудел. Естественно, я думал, что я такой весь, ну, все нормально, все отлично, но похудел немножко, ничего страшного. А дочка замечала все эти изменения? Нет, конечно. Она заметила, конечно, да, когда она меня видела, она заметила, конечно, что я похудел. Почему? Ну, потому что, ну, я, как я говорил, там, заболел, приболел немножко. Ну, какие у тебя сейчас чувства, вот тогда, вот, когда ты употреблял, было тебе стыдно перед дочкой? Нет. А сейчас? Сейчас, естественно, конечно, если сейчас сопоставить и взять там в пример ты бы смог бы, нет, конечно. Ты что? Она знает, где ты сейчас? Она не знает конкретно, что я лечусь от чего, она знает то, что я, как бы, заболел, и что у меня, как бы, срочная командировка. А то весь процесс в целом, она, естественно, само собой пока не знает. Потому что она еще, как бы, маленькая. И то, что какие у меня плавные есть по поводу того, что как проводить с ней беседы, и то, что касаемо этого, это, разумеется, будет. Но сейчас, пока я сам еще не готов. И я, естественно, знаю, какие моменты, как со своим ребенком разговаривать, как подвести ее, там, к какой-то теме, как ей это объяснить. Потому что, в принципе, как бы, в моих понятиях, это то, что я должен быть к своему ребенку, не то, чтобы, там, просто отцом. Я должен быть ей всем, и другом, и отцом, и всем то, что... Первая моя цель, самое главное, чтобы мой ребенок меня не стеснялся ни в чем. Чтобы он мог со мной, как бы, поделиться, чтобы он мог со мной так открыться мне даже в самых таких вещах, которые для нее будут казаться, там, я не знаю. У меня тоже есть дочь, ей два с половиной года. Я, когда употребляла, типа, у меня был прерыв, у меня муж, короче, есть. Мне его посадили год назад, полтора. Вот, я тогда завязала употреблять на полгода. На тот момент год был. Потом я снова вернулась в употребление, ему уже было полтора. И я, короче, бросила ее на маму свою. Ушла из дома, и вот мы с ней полтора года уже не видимся. Вообще, типа, на нее забила. На самом деле, это очень, я считаю, херово. Раньше, типа, у меня не было этого понимания, типа, ну, что, ну, ее воспринимает моя мама. Я думала, вот так, типа, я ей не нужна. Зачем ей такая мама, как я? Сейчас мне понимание уже совсем другое, типа, то, что мама ей нужна настоящая, то есть я. И отпечаток, на самом деле, плохое, если это сколько у нее папа в тюрьме наркоман, мама высшая наркоманка, у нее, типа, не было родительской любви. Конечно, нужно восстанавливать с ней отношения, такие материнцы, как это, семейные. Ну, я скажу одно. Дело в том, что я до употребления, как бы, я в разводе, я в 2016 году развелся. У меня был очень такой тяжелый, как бы, тяжелый развод. Да, я понимаю, конечно, да. Но именно вот конкретно торчать уже все, я начал, как бы, вот это деградировать. Это было уже началось в 2022. Это какой наркотик был? Это был амфетамин. Только амфетамин употреблял? Ну, основной, грубо говоря, был наркотик амфетаминовый, употреблял я все. То есть, это были наркоманы? Да, конечно, употреблял все. Кроме, ну, не кололся, да, то, что можно было глотать, курить, нюхать, как бы, вот, такого рода наркотики. А привело меня к этому именно алкоголизм, потому что после развода я очень тяжело переживал развод. И я, как бы, с первой стадии своего алкоголизма, у меня толерантность произошла просто, я не знаю, максимально реактивно. Я полностью, как бы, перешел, как бы, сразу, мгновенно на вторую стадию. Начались запои, началось то вот это вот. Меня никто не понимает, ни родителей, никто. И, в смысле, я просто не жил, я просто существовал. Давай обсудим то первое употребление. Как это произошло, именно с самой ситуацией? Ну, у меня произошло, как бы, я долгое очень время, с 2016 года, я встретил, как бы, девушку. Я познакомился с девушкой, и именно эта девушка, как бы, и так же меня, ну, я всегда это говорил и буду говорить. Эта девушка научила меня жить дважды. Она внесла в мою жизнь, и я пришла, то есть, в моей жизни, и я понял, что, ну, вот, надо как-то вот, все, пора там завязывать, там, все, там, запоями, там, пить, там, то, пятое. И она мне, она такого плавного человека, она видела, видела меня совсем, то есть, видела во мне то, что, вот, я и хотел, чтобы во мне видел человек, тот, который со мной пойдет по жизни, я имею в виду. Она этого и видела, и всегда она поддерживала меня в любых, там, каких-то начинаниях. Она помогла мне, например, там, она говорит, ну, что ты хочешь, там, как тебе помочь, в чем тебе помочь развиваться, что-то делать. Ну, на тот момент я хотел себе машину, я хотел себе права, я хотел, как бы, начать работать вот в этой сфере. все окончательно закончил там с бухлом со всем этим появилась машина начал работать и где-то ушло трех месяцев я уже точно не помню да и опять-таки ну и все это сейчас в силу того что я понимаю я просто гнал это терпел угнал тягу о том то что там я там терпел не пил и в один прекрасный момент просто для меня стало поводом того что вот мои вот эти вот психозащиты когда я поругался с мамой буквально там я даже не помню зачем это пустя какой-то был мы поругались не и все у меня включилась там все надо выпить этом под собрал там немножко денег там все туда-сюда естественно само собой выпил и пошло-поехало это минимум неделя да я просто пил вот я просто пил и как бы мой давнишний товарищ мы как-то встретили с ним и что-то я приехал к нему домой я я тогда был подходняк был ездить средства год 1 давай ведь чтоб ты дальше тут и тем более за рулем давай попробуй это тебя взбодрит приведет себя и тебе даже опохмеляться не у тебя были мысли когда он тебе это сказал мне было тогда все равно мне было все да мне лишь бы прийти в себя и чтобы как бы но я в силу того что я думал ну типа там вроде того что как вот трава например тогда но мы тогда на троих употребили наверное не знают бачета по моему было не помню и как потом состояние было состояние было непонятно на тот момент я думаю ну я уже тогда не понимал одну что мне действительно стало легче на следующий день я не пил и я как бы грубо говоря сначала не понял и потом вот и вот вот эти вот психозащиты мол типа того что не понял да вроде походу ничего такого нету можешь еще попробовать может почувствовать что-то что это такое еще раз да да есть еще раз еще раз еще раз и потом я как бы чередовал там типа но это ничего такого не дает потом начал уже курить траву уже систематически уже постоянно как бы уже искал как бы где как человек каждый день провозка же каждый день все наркотики не не все наркотики траву а потом а потом уже начал совместить амфетамин как у меня же каждый день да попробуй типа расслабься да так будет вообще как бы нереально ну я совместил как бы амфетамин траву и вот тогда вот все не началось уже конкретно сколько это длилось почти год и год каждый день а это был каждый день не было такого дня чтобы я ну были моменты почему потому что пришел пришло там типа как бы осознание о том что что-то творишь ты там вроде там наркоман да не я не наркоман я наркомана вон они там как бы ну опять-таки это назагнозе это не отсутствие полной самокритики в том плане там направление как бы я имею ввиду наркомании употребление вот самый главный момент я не жил дома как бы это тут то что мы с мамой поругались за эту нет нет она пока еще не знала она знала тогда на почве того что я там пил она как бы этого не бы не воспринимала никак и она действовала как бы по методу дна на тот момент она не знала вообще не знакома была с программой для нее это как бы метод на это был но ей так прям вот внедрили в том то что вы не выгонить выгнет выгнать меня и там ко мне придет осознание доказывает практика что это не действует но опять таки даже если она выгоняла меня когда я не жил дома она всегда интересовалась мной там где я что я что со мной но так не именно у меня там где я бывал то что нас поселок маленький там практически все друг друга знают на тот момент с моим делом она была очень громкое дело и очень много людей как бы узнали мою семью мою маму и она узнавала там где человека как я очень живу живой они живой тогда даже можно сказать я понимал но меня ничего не останавливало почему потому что я весь я бы пришел бы домой то это мое употребление она бы как бы сократилась и было бы например употреблять гораздо сложнее а вот первое мое вот это ощущение когда я понял что из себя представляет вообще в принципе амфетамин это когда у меня в разуме включился во внутри меня включился голос мой же голос голоса уже слышал это произошло практически наверное через месяц даже много будет когда я мы тоже гудели на хотя у этого же чувака и ну там как и курили там и амфетамин и траву там в общем жестко было все и на момент вы просто оставили там утром как бы взбодриться пошли на работу надо а я за рулем ночь практически не спали и я вот проснулся мы с ним покурили я не нюхал амфетамин я курил его покурили его и я подъехал к магазину взял энергетик выпил энергетика у меня в голове включилась то что это так один раз и все может и голоса что один раз такой у меня всегда каждый раз когда я грубо говоря хотел того ну на тот момент я опять-таки возвращаюсь на то свое мышление и то каким я был возвращалась то что вот как как я например бывали моменты когда там отходишь там нету там с барыгой там что-то или как-то что-то не получается пока его достать и вот этот момент и по факту если так посмотреть и не на отходах потому что он тебя держит там сутки ему может тебя держать вот но тебе кажется что тебя отпускает и тебе нужно поправиться и каждый раз когда я поправлялся мой голос мы всегда говорил о том то что ну здравствуй теперь ты можешь все а сейчас такого нет сейчас я у меня было это когда я уже на изоляции был когда сел на изоляцию первый месяц вот тогда у меня были не то чтобы коллицу нации а я вот увидел воображение как бы самого себя перед самим собой как бы смотрел на себя со стороны было очень такое непонятное ощущение даже не то чтобы не она не пугала меня в каком плане не пугала что но она мне было мне как бы привычно почему потому что я слышал постоянно голосовой и он не как бы направлялся ты все можешь ты все сделаешь ты ты сильная на тот момент я понял для себя что блин каким я был говном до этого смысле до своего употребления что я был слабаком что я был там я там ничего не умел там я был каким-то там нерешительным или все амфетамины мне вот включался и я чувствовал себя на самом деле это были вот такие мысли я помню эти мысли когда я говорил что теперь я могу завоевать весь мир да это 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 ужас и вот этот момент когда вот изоляция у меня вот началась вот эти вот момент у меня были не то чтобы галлюцинации а вот такое как бы ощущение того что вот я лежу вот в комнате да например да и вот чувствую таким вот именно вот конкретно как будто вот второе чувство какое-то у тебя что ты чувствуешь что там в другой комнате кто-то есть сто процентов если это не типа там что-то буков там типа а вот сюда да там кто то есть когда вот наступил этот момент когда ты понял что тебе нужно уже лечиться как этого разошло ну давай изначально скажем давай изначально скажем так что все мое употребление весь вот этот год моя девушка была со мной она не знала этого нет она не курить не пьет вообще когда в жизни она я и очень сильно как бы грубо говоря ударил тем то что потому что ну мне нужны были деньги потом я уже перестал работать я уже забил на все грубо говоря и я начал болеть но смысле болеть это я начал ей говорить о том то что я болею у меня что-то какие-то проблемы со здоровьем она постоянно мне помогала постоянно мне присылала деньги давала деньги и в один момент вот эти мои психозащита они сделали вот тот 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 шаг который вот один из тех то есть грубо говоря шагов которых но вот сейчас я вот это вот мне до сих пор как бы больно об этом то что касаемо темы мамы то что касаемо темы и и я и очень сильно ударил тем то что я ее обманул и сказал что у меня лейкоза что великими да что у меня рак что я умираю а у меня никакого не рака ничего не было это было но я в тот момент думал я уже когда это сказал я был талант в момент не неадекватный в каком плане но в этом плане именно срабатывали мысли как например там все нужны деньги тебе там нужно тот нужно как бы торчать в момент когда было принято решение что тебе нужна реабилитация в тот момент когда я попал в аварию последняя моя авария под действием наркотиков да естественно каждой моей аварии было под наркотиками и на тот момент с девушкой я уже перестал общаться потому что ну я понимал что она меня ненавидит я понимал что все я ее потерял а на тот момент она продолжала все равно искать вот какие-то выходы какие-то как что со мной да что со мной сделать потому что она не могла меня так оставить и она на на просторах интернета по моему да если я не да по моим интернете она нашла как бы вышла на но нарко она связалась владимиром и владимир как бы сказал про эту программу про бюджетное место что вообще из себя представляет это она ознакомилась начала читать потянула конечно само собой маму мою нет 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 я тогда торчал прям жестко я опять-таки уже тоже не жил дома я то там то тут и в один прекрасный вечер просто ночью даже мама мне написала я знаю характер своя мама как она пишет да и она ты говорить можешь она мне так говорит я гуру да могу она год есть к тебе очень серьезный разговор но я уже понял что это касаемо именно что-то меня я имею ввиду в плане моего лечения я просто я ответил я говорю могу я приехать она года конечно может я приехал и мне уже сказали о том что есть вот такое есть но нарко есть вот эта вот система и что я лечу сюда как-то реагировал ну сначала я прям знаешь как так для меня это было и мне как бы стал это интересно потому что на тот момент я уже устал я давала к при раскладе ты при разбор и статей у меня был был один такой момент я прям я прям плакал от того что на один-на-один мне прям я видя от подобия от вот это вот всего тушь так того что я уже устал что я не могу уже эту DID не моя жизнь я не могу так говорить и было трудно и в этот момент как бы все вот это вот сработало как бы в течение вот эти кут как bass какая-то вот ирония и вот это вот все и я сказал что если это мой шанс в жизни, то я непременно им воспользуюсь. Но на тот момент потом я опять как бы уже, ну мама уже знала на тот момент, что я употребляю и все, и как бы она действовала на то, что, блин, лучше употреблять дома, чем ты будешь где-то там ездить там какие-то, да, и это ужас, конечно, само собой это прям жестко, на первые моменты, когда приходят, когда ты начинаешь употреблять дома у тебя там что-то чувство, там какого-то стыда там что-то как-то, а потом ты просто в силу вот этого всего своего там мячи, ну, куришь там и все Ну вот смотри, вот родные твои сказали тебе про эту наунарко, ну да Все, тебя сразу закрыли дома на изоляцию Нет, 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 было не так как бы произошло, мама сказала, мол, типа пообщайся там с Владимиром и я начал там говорить, мама, что там а как там, я не понимаю у нас-то, репценты там тоже я побывал за свою жизнь успел побывать. А в сколько? Три раза В 12-шаговых? Нет, в 12-шаговых я просто попал, потом понял, сказал, что нет, ребята, не уходила тут Да, это не ко мне вообще там это по алкоголизму, это еще не по наркомании Не помогло, да Да, и мама говорит, ну что от тебя требуется? Но она знала, как она уже знакома была, потому что Владимир ей выслал несколько статей стартовых для начала того, что хоть какое-то она могла как бы со мной как бы разговаривать, да И в силу того, что она знает меня, как со мной разговаривать, еще плюс метод как бы статьи и больше как бы дали ей вот эту вот возможность меня как бы привести к этому. И я стоял в полностью убитом состоянии, она говорит Ну а что от тебя требуется? Просто возьми пообщайся с человеком И как я сказала, говорила, буду говорить И вот этот разговор с этим человеком, с Владимиром стал для меня судьбоносным Это включилось у меня в мозгу Потом произошел момент, что не получилось там с документами, какая проблема у меня была И не получилось, оттянулось вот время мне прибытия сюда И я вообще сказал, да вот, все, опять психозащита Включались то, что вот тебя там обманывают Все, как всегда, там в общем, то мне грустно Мне надо отдохнуть, там надо как-то в себя прийти Но в смысле этот разговор мне как бы изначально, как Владимир сказал Ты сто процентов, мы тебя возьмем Это однозначно, просто вопрос времени Так ты тут будешь Да, да, да Ну я-то на тот момент уже, ну все, там все пропало Там все как всегда, вот эти вот подсовывают тебе То, что тебя выводит на то, чтобы ты пошел, как бы грубо говоря, снял стресс И я как бы уменьшил, грубо говоря, ну типа наркотики И начал бухать, начал пить Сначала начал пить нормально Ты изоляция уже была? Нет, типа я приезжал на изоляцию, там на неделю зашел домой Там типа, ну все, 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 хорошо, все Я там туда-сюда, ну там, ну там пиво выпью, там Или еще что-то так, просто чисто Ну как мы сами сейчас уже знакомимся Знакомившись с программой, я уже понял, что это, конечно Само собой, это все было Это все просто психозащита и самообман самого себя И я пил, неделю, например, дома был Потом уходил, там 3-4 дня запоя Опять возвращался домой, опять приходил из себя Опять уходил Так было, не знаю, наверное Около порядка, наверное, месяц-полтора, наверное Вот так я бегал туда-сюда А почему у тебя бюджетное место с чем-то связано? Ну, естественно, само собой с финансами Если бы была бы возможность, как бы, грубо говоря, у моих близких сделать это как бы не так В смысле, я бы по-любому был бы здесь Уже даже не сдал бы, как бы, грубо говоря, бюджетного места Как проходила твоя изоляция? Вот именно, как проходил твой день? Чем ты занимался? Что в доме происходило? Ну, честно сказать, лень была В основном, ну, поначалу, естественно, меня, как бы, не трогали, да Или момента, как бы, отцыпаться Прийти в себя после вот это Проходило где-то месяц, наверное, может, больше Не, не спал Вот именно что я не спал У меня вот месяц, я, сон, я мог по двое суток не спать А вот уже после, там, где-то месяц, вот так Я уже начал, у меня пришел ко мне, пришел сон Я конкретно вот не мог Только спал, спал, спал А из дома ты никуда не выходил? Нет, нет, абсолютно Я был закрыт Ограничения были? У меня, я полностью, я пришел домой в один момент Отдал все телефон Отдал все свои связи, все Я сам лично поменял дома замок Ну, чтобы, как бы, когда мама, например, там, уходила По работе, или в магазин, или куда-то, она закрывала Меня полностью все У меня дома, как бы, решетки У меня двухэтажный дом, на втором этаже, как его был У нас решетки И, в принципе, у меня бы не было и мыслей того, что, например, да, я там, уйду Ну, а вдруг Я, как бы, себя, сам себя, как бы, я не доверял, не верил себе Поэтому я, как бы, ограничил себя полностью Даже мама, когда уходила, я ей даже напоминал, там, не забудь дверь закрыть Не забудь все, вот это вот, как бы, вот так А через сколько ты начал читать статьи, писать изложения, вот это, на форуме работать? Честно говоря, по датам, если посмотреть, наверное, сразу, практически, практически сразу То есть, это спался? Ну, где-то, наверное, вот первый месяц моей изоляции, как бы, и начался, как бы, работать со статьями То есть, все это время ты пишешь статьи и одновременно ждешь бюджетное место в этом центре? Да, да, да Я увидел, я благодаря, как бы, выбрать статьям, я увидел себя со стороны И для себя некоторые моменты, для меня это может, для некоторых это, как бы, может быть, непонятно будет Для меня, ну, например, я привожу из своей жизни, например, примеры такие, как с велосипедом, как с включателем Например, это мой пример, что я для себя понял чисто логично Ну, окей, ну, это такой, если короткий пример я приведу Когда ты в комнату заходишь постоянно в свою и включаешь свет, например, с правой стороны правой руки Потом происходит ремонт в комнате, ты меняешь, например, переключатель на левую сторону И хочешь, не хочешь, рефлекторно, когда ты будешь заходить, ты будешь тянуться какое-то определенное время к этому включателю Это у всех так, это на рефлексе, это работает Просто нужно себя, как бы, перенаправить, что свет включается здесь Также и в твоей голове, как бы, я понял для себя, что это не если, то есть, это рефлекс Его просто нужно перенаправить в то, что физически, в принципе, я не завишу от наркотиков И, в принципе, когда говорится наркоману, в чем твоя зависимость, наркоман отвечает, там, наркотики, деньги Нет, мы все, в принципе, люди, мы зависим от жизненно важных ресурсов От воздуха, от еды, от воды, от таких вещей Главное, нужно это понять Редактор субтитров А.Семкин